Соломенная шляпа канатье, шляпка фасона таблет, вуали, национальные головные уборы, чепчики, капоры, косынки, береты, кепки, модные шляпки и фуражки советского периода. Все эти головные уборы из фондов музея-заповедника Родина Ленина представлены в музее-усадьбе городского быта. Они не только согревали, защищали, но и украшали, дополняли созданный человеком образ. По времени выставка также получится очень разнообразной. Это может быть и XIX век, это и современность в нашем случае будет, но преимущественно это все-таки советское время. Даже, можно сказать, вторая половина. Большая часть представленных экспонатов – это женские, непосредственно женские шляпы самых различных видов. Пожалуй, наиболее ценный экспонат выставки – французский цилиндр. Высокая шляпа с плоским верхом – повседневный головной убор знати XIX века. Одной и знаковой можно считать шляпу стеца – босс равнин, или, как ее еще принято называть, ковбойская. Самый уникальный – женский марийский головной убор. Он изготовлен в середине XIX века. В основе головного убора – прямоугольный кусок материи, верхний конец которого сшивался в виде конуса с острым концом. Здесь достаточно много уникальных вещей. Не только по времени производства, а из-за того, что они принадлежали определенным людям. Есть и такие вещи, которые входили в семье чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. В том числе это головной убор, предназначавшийся для сборщиков чая. Дополняют предметный ряд экспонаты, участвующие в создании, ношении, хранении и уходе за главными уборами разных лет. Шляпные булавки, вуали, ленты. Очарование выставки придают и оригинальные фотографии горожан во всевозможных головных уборах.